Тульский Ефремовский Алексей Слава Богу, что мы теперь стали по-другому относиться к нашей истории, к нашим достижениям наших предков. И я надеюсь, что то соглашение, которое мы сегодня подпишем, мы все будем делать одно общее дело. Мы все будем работать на славу России, на славу Российской Федерации. Я с большим глубоким удовлетворением своим пастырским взором на нашей благословенной Тульской земле наблюдаю это возрождение, это многообразие и то самое единство, которое в нем является. И еще раз благодарен за то, что вот здесь, в нашем замечательном педагогическом университете, который преемственно хранит традицию уважения и любви к историческому наследию, не как к тому, что должно быть спрятано в архиве, покрываться пылью, а как к тому, что должно внести с собой бесспорно вот эти нетленные корневые системы. И в то же самое время желать и жаждать вот этого проявления новых и новых ростов жизни. Поэтому то, что мы сегодня чувствуем потребность объединения своих усилий, сосложения нашего творческого потенциала и того, что присуще уже людям с богатым жизненным опытом за плечами, с большой научной практикой и нашей молодежи, которые еще только чувствуют себя пробивающимися ростами жизни. И чтобы вот в этом многообразии и в общении мы могли бы действительно жить на нашей земле, трудясь во славу Божию и на радость людям. Далее Высокое собрание заслушало отчет об итогах годовой деятельности, включающей организацию и проведение научно-практических конференций, тематических выставок, а также издательскую и информационную деятельность. С целью объединения усилий государства и ученых, различных социальных и профессиональных групп для формирования общероссийской исторической культуры. Пленарное заседание завершилось подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Педагогическим университетом, историческим и православным палестинским обществами. Пять лет назад было воссоздано Российское историческое общество, которое стало правоприемником императорского русского исторического общества. Тульское отделение было создано в 2013 году, 14 ноября. Как раз планировалось под юбилейную дату столетия архивной комиссии, которая очень много сделала для публикации трудов по истории Тульского края. Когда открывалось отделение, в нем принимал участие митрополит Тульский Ефремовский Алексей и благословил нас на эту деятельность. Я думаю, что благодаря во многом этой поддержке наше общество и активно работает. Конечно, для этого есть и условия. Наши учреждения культуры, образовательные учреждения, вузы, музеи, архив, настолько активно занимаются не только сохранением историко-культурного наследия, но и его популяризацией, что вот эта атмосфера все три с половиной года нас просто держит в таком тонусе и позволяет реализовывать масштабные проекты. Теперь мы подписали сегодня соглашение с Тульским отделением Международной организации православного палестинского общества. Я думаю, что мы уже, конечно, вот еще раз с чего начала, с благословением и работаем. Я думаю, что это нас вдохновит на будущее и просто стимулирует и поддержит в будущих проектах. Поэтому могу сказать, что вот это та работа, от которой мы получаем удовольствие, потому что, конечно, у каждого учреждения есть свои собственные задачи. У библиотек свои специфические, у музеев свои, у архива свои, у вуза свои. Но объединением общих усилий мы можем реализовывать проекты, выходящие за рамки наших узкопрофильных интересов. Поэтому я очень сильно благодарна всем нашим участникам и всем активным помощникам. Даже если не член РИО, но активно участвует, мы всех рады видеть. Поэтому огромное спасибо.